Я Логинов Павел, являюсь организатором данных дебатов. Бизнес с вас полный контакт. Тема, которая данных дебатов, это поддержка бизнеса и развитие территории. Почему возникла идея проведения подобного мероприятия, но в таком формате? В таком формате я просто посмотрел, значит, Андрей Крылов, автор этой программы. То есть я посмотрю, как это все устроено. Здесь обычный формат, который происходит у нас в республике, это когда бизнес задает вопрос и ждет ответ от власти. А здесь есть уникальная возможность не задать вопрос, а озвучивать проблематику и предложение. То, что мы сегодня в рамках дебатов наблюдали, когда озвучивают предложение, и вместе с властью они уже обтачивают и готовые решения уже принимают. То есть они прорабатывают механизм, как и когда они это будут делать, в какие сроки, в каком составе, там, рабочая группа, еще что-то там. Вот. И в таком формате я считаю наиболее благотворным, потому что если посмотреть по прессам, там, ну, по различным бизнес-изданиях, это за этим будущее. То есть это когда народная, как бы, ну, своего рода народная гласность от бизнеса, предложение уже. Получается, государственным чиновникам остается, как бы, ну, со своей точки зрения, посмотреть те предложения, которые есть, они стоящие, не стоящие, соответствуют законодательству или нет, потому что очень много, так скажем, проблем есть, которые есть не только, допустим, бизнесменов в набережных челнах, оно есть в республике. А здесь мы уже решаем этот вопрос, и мы можем это транслировать на всю республику, там, на всю Россию. Довольны итогами и будет ли вторая часть дебата в продолжении? По второй части меня уже, как бы, просят ее провести. Вот, мы сейчас это все, как бы, подумаем, обсудим, но я доволен на первый раз, даже достаточно активно. Очень много вопросов. Мы сейчас это будем все публиковать в интернете и доводить, соответственно, до власти, кому она адресована, для того, чтобы это все внедрялось. И чем быстрее это будет внедряться, тем лучше. А можно ли обрезать картину ожиданий и реальность? То есть, чего ждали и что получили? То есть, где-то превзошли ожидания, где-то, может быть, наоборот, челнинские чиновники-бизнесмены оказались более закрытыми, чем предполагалось. Да нет, достаточно активно. То есть, они как-то включились сначала как-то тяжело, как-то шло. Потом, когда мы, соответственно, с командами все это прорисовали, у нас был специальный шаблон, как это все подавать, подготавливать. Достаточно активно. То есть, они уже перерабатывали те же самые шаблоны, как это. Более ясно и понятно было. Нормативку где-то смотреть, где-то что-то. То есть, это вот включение такое активное получилось. То есть, в принципе, так все представляли какого-то там. Да. То есть, это уже на уровне мыслей, рассуждений, когда они между собой общаются в своем бизнес-сообществе. Это можно было сделать. Они здесь уже реализовали на практике. Положили это на бумагу. Вот. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.